Истец требует оспорить материнство и внести изменения в актовую запись о рождении. Ответчик исковые требования не признает. Уверена, что не является биологической матерью ребенка. Слушаемся. Уважаемый суд, я прошу на основании экспертизы ДНК выяснить, является ли моим биологическим ребенком Владислав Бодров, который рожден в браке с Михаилом Шваловым, поскольку у меня есть сомнения в том, что это действительно мой биологический ребенок, что он рожден не от моей яйцеклетки, а рожден естественным путем суррогатной матерью, потому что она и мой муж являются любовниками. Да как вы можете такое говорить? Я родила сына с вашей яйцеклеткой. Яйцеклеткой. Уважаемый суд, вы видите, что у нас достаточно большая разница в возрасте. Мне 60, ему 25, мы два года в браке, но, честно говоря, он никогда, Михаил, не давал повода усомниться в том, что наш брак заключен по расчету, а не по любви. Через год после свадьбы он стал заговаривать о том, что нам нужен бы свой ребенок, что отношения выйдут на новый уровень. Ну а поскольку я, по примеру, звезд еще много лет назад заморозила свою яйцеклетку, то мы обратились в агентство по подбору суррогатных матерей. Вот таким образом появилась Любовь Шувалова. Был взят мой биологический материал, замороженная яйцеклетка и биологический материал моего мужа. Ребенок появился в срок, все было нормально. Любовь Шувалова жила у меня в доме. Она пользовалась массажистом, которого я делала. Ну, одним словом, все самое лучшее, лучшие продукты. Ребенок появился. И поскольку я много работаю, то была она мне так круглосуточная няня. И вот эта няня мне и доложила, что Михаил часто отлучается вместе с ребенком. И потому что Михаил мне об этом не докладывал ничего, не заговаривал на эту тему, то я наняла частного детектива, и частный детектив выяснил... Ира, зачем тебе это было нужно? И частный детектив выяснил, что отлучается он только по одному адресу. Это квартира нашей суррогатной матери. Уважаемый суд, по-моему, логично, если бы он просто влюбился в девушку, он бы встречался с ней без ребенка. А раз он вместе с ребенком, значит, у Любови Шуваловой какие-то чувства к нему. Вот, поэтому у меня есть сомнения. Я считаю, что ребенок, который был зачат с помощью ЭКО, кстати, достаточно быстро, ну, ей-то эмбрион, скорее всего, погиб, погиб. А они зачали ребенка естественным путем. И поскольку я не хочу быть матерью, нагуленного за моей спиной ребенка, то я хочу установить материнство. И если я все-таки права, значит, отменить запись в акта гражданского состояния. Аннулировать мое материнство. Как ты можешь такое сделать? Очень даже могу. Вот Любови Шувалова, наша суррогатная мать, которая появилась в моем доме с помощью агентства, в котором нам ее подобрали. И все выполнила по договору и по условиям? Да, было по договору и по условиям. По договору я выплатила полтора миллиона на минуточку за то, что выносили ребенка. Можно ваши документы? У вас еще есть договоры? Да, пожалуйста, здесь все. И свидетельства, и ДНК, и свидетельства о браке, все полностью. И, кстати, материалы... А что, при рождении не сделали сразу ДНК? Да нет, не сделали, потому что я была полностью уверена. Сразу же произошло, ЭКО сразу же наступила беременность практически, все было нормально. И поэтому не делали никакого ДНК. Ваша честь, и повода я никакого абсолютно не давал. Повод был один. Что значит, не надо? Мы в суде уже, надо или не надо, этот суд решает. Когда я ему сказала о том, что вот у вас есть документы частного детектива, который проследил за ним, он закатил истерику. Ну что ты у нас? Просто дружеские отношения с девушкой. Ваша честь, это клеитая, никакой истерики не было. Мы спокойно с ней поговорили. А это не важно. Я рассказал всю правду, как я ездил и почему я ездил с ребенком. к нашей сурогатной маме. Это уже не важно. Так, хорошо. Вы знаете, вот она говорила, что у нее там такие долги, что вот, ну, так это было, да? Да, можно я? Да, я слушаю вас, отвечу. Уважаемый суд, я вообще не понимаю претензии этой женщины ко мне. Если ее цель просто ребенка забрать, так, пожалуйста, я заберу ребенка. Тебе никто не дает ребенка и никто тебе его не отдаст. Это наш ребенок с эрой. Ваша честь, у меня были огромные долги. Мне надо было погасить огромные кредиты. Я сама расщу трехлетнюю маленькую девочку, мою доченьку. Мне очень сложно одной. И если бы не эти долги, и если бы не эти проблемы, я бы ни за что на свете бы не отдала родителям биологическим, мальчикам их. Да, только... Понимаете, я бы ни за что не отдала. Да не нужны эти деньги, ничего уже. Милочка, на основании договора вас никто не уполномачивал втайне встречаться с ребенком и мужем моим. Ваша честь, да. Вот это самое главное. Я согласна. Я встречалась не втайне. Втайне от меня. Не втайне. Мы увиделись. Объясню, почему. Я до родов жила у Ирины. Все верно. Она тоже это рассказывала. И мы с Михаилом просто обменялись номерами телефонов. Ну, как бы мы общались. Это логично. И знаете что? В какой-то момент мне Михаил звонит и говорит, ему нужна помощь с ребенком. Он покормить не мог ребенка. И знаете что? Никого не было рядом. Там просто уточная няня. Вы что, мне голову марачиваете? Так не было няни никакой. Никого не было. Ей вообще ничего не нужно. Это Ирина. Ей детективов нанять, ей няню нанять. Она 24 часа в своих там каких-то работах постоянно. Зачем ей вообще ребенок? Это не вам судить. Ребенку нужна мать. А им словом. И я просто... Понимаете? Вы сюда что пришли? Лекцию читать или рассказывать, как было? Ваша честь. Вы зачем виделись с ребенком? Я чисто по-человечески помочь Михаилу. Потому что ему нужна была помощь с ребенком. А я его родила и немножко, конечно, все равно прикипел. Секунду. Помолчите минуту. У вас круглосуточная нянь была от рождения ребенка? Да. С первой книги. Какая помощь ему была нужна с ребенком? Да никакой помощи его не нужна была. Няня именно мне сказала, что он берет ребенка и уезжает. Ну, какая помощь ему была нужна с ребенком? Никакой няни не было. Михаил мне звонил и говорил, что мне надо было помочь, мне надо было покормить ребенка. Ну, как не было няни? Была няня? Но я не была дома. Я брал ребенка и уезжал к ней для того, чтобы она с ним увиделась и помогала мне. Так все-таки потому что нужна была помощь или потому что вы хотели увидеться? Мне Михаил звонил и говорил, что ребенку нужна помощь, помоги, пожалуйста. Я по-человечески говорила, хорошо, приезжай, помогу. Вы бы между собой как-нибудь договорились, что ли? Вы знаете, если бы она отказалась отдать ребенка сразу, я бы это поняла. Прикипела, приросла. А так, извините, написать отказ, а потом она, видите ли, у нее чувства к ребенку... Так нет, она говорит, что ему была нужна помощь, а она не говорит никаких своих чувств. Да, конечно. Ему нужна была помощь, я помогала. Это ложь. Я все сделала по договору, ваша честь, я все сделала так, как надо было. Были условия, был договор. Нет, вы все сделали по договору, дальше какая у вас может быть нужна помощь? Просто по-человечески. Уважаемый суд, я просто не желаю жить с человеком, я не могу на него опереться, я не знаю. Мне кажется, что цель только одна. Нужно манипулировать мной, ведь есть много способов, как отжать деньги у богатой пенсионерки. Может быть, он хочет со временем забрать этого ребенка и от меня требовать алименты. Ну, множество способов с помощью экспертизы ДНК. Я хочу, чтобы было все выяснено, и если право я, аннулировать мое материнство. А вы что нам скажете, вам помощь была нужна или как? Ваша честь, помощь мне не была нужна, я по просьбе привозил своего ребенка, чтобы была возможность увидеться с моим сыном. Никакой измены с моей стороны не было. Вот я и хочу это выяснить. А жить с предателем, с человеком, который за моей спиной в результате любовной связи зачал ребенка, и я же должна еще его растить, дать свою фамилию, в последствии свое состояние, свои деньги, этого я не хочу. Как ты можешь отказаться от ребенка даже после результатов ДНК? Очень просто, так же, как ты мог мне изменять. Скажите, пожалуйста, а материнских чувств у вас... Вот сейчас окажется, что вы не мать, например. У вас материнских чувств не возникло к этому ребенку? Вы знаете, вот мне очень тяжело говорить, но поскольку я уже прожила достаточную жизнь, и общалась, и бизнес, он заставляет держать в руках свои чувства. Да, возможно, я буду помогать этому ребенку. Да, конечно, я к нему прикипела. Но три месяца — это не вся жизнь. Поэтому я не хочу, чтобы впоследствии было больно всем — и моему ребенку, и мне, и всем остальным. Поэтому и предлагается закон. Ну, если будет установлено, что это не ваш ребенок, то его уже в детский дом заберут? Нет, почему? У него есть биологическая мать, есть биологическая... Нет, подождите, мы биологическое материнство ее не устанавливаем, мы устанавливаем ваше. Да. А она уже от ребенка отказалась, она ему никто. Поэтому ребенок пойдет в детский дом, если, конечно, его папаша не подходит. Ну, я думаю, что папаша его возьмет. Вы знаете, дальше, как говорится, решаем проблемы по мере их поступков. Я не отдам ребенка в детский дом, я его сама себе заберу. А у вас что? Ваша честь, я предлагаю. У вас материнские чувства были или вы только хотели помогать? Ну, видимо, немножко друг друга поняли по-разному. Мы с Михаилом, как оказывается. Но я считаю, что, конечно, у меня тоже возникли какие-то... Я прикипела немножко к нему. Какие-то материнские чувства. Я все-таки его вынашивала 9 месяцев. Хорошо. Переходим к заключению молекулярно-генетической экспертизы. Ну что же, ваши подозрения подтвердились, Ирина Александровна. Вероятность материнства Бодрова Ирины Александровны в отношении Бодрова Владислава Михайловича составляет 0%. То есть не вы мать этого ребенка, а уж кто мать этого ребенка, это я установить в данном случае не могу. Что и требовалось доказать. Ничего. Суд удаляется для внесения решения. Прошу всех встать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее в программе. Это просто мешок с деньгами. Моя мать променял моего родного отца на вот это. Кроме денег он не дает ничего. Бессовестная девчонка. Мать прикладывала огромные усилия, чтобы дочка забыла родного отца. Не вышло. Если общение с папой невозможно, то она хочет хотя бы носить его фамилию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он познакомился с девчонкой, привел ее домой. Но эта девчонка мне очень сильно понравилась, и я ее у него отбил. Мужчина решил жениться на молодой девушке. Но свадьба расстроилась, когда он узнал, что невеста наставляет ему рога с его сыном. Конфликт в любовном треугольнике продолжится в зале суда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне вот только одно интересно. Вы и раньше были знакомы, или уже познакомились позже? Это не значит, что это мой ребенок вообще-то. Если это не твой ребенок, это значит, что мой. Иск Бодрова Ирины Александровны об оспаривании материнства и внесении изменений в актовые записи о рождении удовлетворить. Прошу садиться. Суд удовлетворяет иск об оспаривании материнства и аннулирует запись о матери в отношении несовершеннолетнего сына, так как утверждение истца, что она не является матерью Бодрова Владислава Михайловича, подтверждается заключение молекулярно-генетической экспертизы. Суд не имеет оснований не доверять заключению экспертов. Экспертиза проводилась по назначению суда компетентным экспертным учреждениям в полном соответствии с нормами гражданско-процессуального законодательства. Эксперты были достаточной квалификацией, предупреждались об ответственности за дачу ложного заключения. Так что все соблюдено. В соответствии с договором о суррогатном материнстве ответчик должна была выносить эмбрион, который был ей подсажен посредством ЭКО, но который был получен от биологического материала истца ее мужа. А ребенок биологически не родной истцу. Так что иск удовлетворенный из актов записи исключаются данные истца, записанные матерью ребенка. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Как ни грустно, как ни прискорбно, но я пока не знаю. Деддом для Владислава не детдом. Я еще буду думать. Я считаю, что Ирине никогда и не нужен был этот ребенок. Она с самого рождения с ним никогда не была. Ее интересовали детективы, няни и ее работа. Что бы ни решили мои женщины, сын однозначно все равно останется со мной. Ее знают в каждом доме. От Владивостока до Калининграда. Вы думаете, что все решается деньгами? В этом суде не так. От ее темперамента мурашки по коже. Истец. Судья Алиса Турова. Чем больше любви у ребенка, тем лучше. Ей можно доверить судьбы наших детей. Не могли бы вы сделать так, чтобы наши родители помирились и никогда больше не ссорились? Не отвлекайтесь с понедельника по пятницу. Истец требует изменить ей фамилию и отчество. Ответчик иск не признает. Заявляет, что для этого нет никаких оснований. Слушай, вот сначала представитель, объясните нам, пожалуйста, кто вы и почему вы здесь ее представляете. Я Краснехина Галина Яковлевна. Представляю интересы моей племянницы. А племянница она вам? Да. Ирочка буквально просила меня прийти, поддержать ее в суде. Она хочет поменять фамилию. И сейчас у нее очень трудный возраст. Ей 15 лет. И родители очень давят на нее. Обо всей истории, которая с ней приключилась, мне кажется, она лучше вам расскажет. Ну, конечно. А я ее просто поддержу. Хорошо, спасибо вам. Слушаю вас. Уважаемый суд, мне 15 лет. И до 6 лет я носила фамилию и отчество своего родного отца. Потом моя мама ушла вот к этому. Мне дали фамилию. Вот к этому вот так не делают. Говорят уж к этому. Дядя Гена. Хорошо. Который растил себя все это время, так я понимаю. 9 лет. И удочерил. Удочерил, да. И дал мне свою фамилию и свое отчество. Не спросив меня об этом. Хорошо. Никто не должен был тебя спрашивать. Мне было 6 лет, да. Но сейчас мне уже 15, и я вполне сознательно могу выбрать себе фамилию и отчество. Я хочу родного отца. Сознательно ты можешь это сделать в 18 лет. А сейчас ты просишь об этом суд, поскольку родители не согласны, так? Да. Ну давай рассказывай. Родители сейчас не согласны. На самом деле изначально моя мама, мой отчим запрещали мне общаться с моим родным отцом. Препятствовали. То есть я пыталась его найти, пыталась как-то разузнать о нем, где он, что он. А он сам не появлялся. Он сам не появлялся. Угу. Я спрашивала, спрашивала и маму, спрашивала дядю Гену. Однажды, неделю назад они заперли меня на всю неделю дома из-за того, что я пыталась его найти. В итоге я смогла найти своего родного отца самостоятельно, но смогла. Я приехала, убедилась, что он меня любит. То, что было абсолютно... По словам моей мамы, это было не так. То есть моя мама все время говорила, что... Но он же не появлялся сам-то ни разу. Так вот. А он не появлялся, потому что он мне рассказал, что как раз-таки дядя Гена с моей мамой запретили ему со мной видеться. Не так все это было. Шантажировали и угрожали. Ответчик, не спорьте с девочкой. Не спорьте. Я разберусь. Я разберусь. Вы мне не доверяете? Полностью я очень. Это наглая ложь. Тогда помолчите. Угрожали ему. Он золозащитник. Это он так и сказал. Вот я тебе... А вот я тебе скажу. Я вот здесь сижу, да, на этом месте судейском. И сколько я вижу отцов, которые приходят в суд и добиваются общения со своими детьми. У моего отца свой зооцентр. Он изначально, с самого... всю свою жизнь не гнался за деньгами. Он всегда работал за идею. Он очень любит животных. И как раз-таки, если бы мой отец продолжил со мной общаться, дядя Гена бы закрыл его зооцентр и всех животных выкинул на улицу. Я такая же, как мой отец. Я очень люблю животных. Мечтаю вырасти и стать ветеринаром. У нас с ним куча общих интересов. И когда мы с ним увиделись, это вообще... Я так была рада его видеть. У меня куча детских воспоминаний о том, как мне было с ним весело. Как он меня любит. А это жестокий, очень грубый человек. Какая ты неблагодарная. Однажды я попросила собаку лабрадора. У нас большущая квартира, громадная просто. Можно было бы завести собаку. Я предоставила все доказательства, что я изучила все про лабрадоров. Я знаю, как за ними ухаживать, знаю, как выгуливать, знаю, что у них бывает. Это очень умные и очень добрые собаки. Я не хочу ухаживать, какая у тебя собака. Ты чего вообще мельничка? Они мне подарили плюшевого зверенка какого-то, игрушку. Мне зачем эта игрушка нужна? Мне 15 лет. Мне куда эта игрушка? Господи, боже мой, какая трагедия. Не купили собаку. Ну, жестокое обращение с детьми. Жестокое обращение с детьми. Надо привлечь к уголовной ответственности твоих родителей. Обязательно. Только так. Они меня не понимают. Я пыталась с ними разговаривать, пыталась. Ничего, я попросила фамилию и отчество. Не то, чтобы это большущие какие-то прям просьбы. Поменять фамилию и отчество. Это родной мой отец. Да твоему это пустяк. Потому что так все фамилию и отчество. Всего лишь знаю все. Зачем мне фамилию и отчество чужого человека? Я тебе не чужой. А компьютер у тебя есть? Да у него все есть. Нет вообще отказа ни в чем. Вы гляньте на нее. Это избалованный ребенок полностью. Да я вижу. Хорошо одетая девочка, у которой есть все. Все гаджеты, а вот нет собаки. Любовь не заменишь деньгами. Ой, боже мой. Ну, ладно, хорошо. Ну, когения, конечно, что-то. Все, если бы твоему отчему было бы на тебя наплевать, он бы спокойно сказал, да меняй фамилию на что хочешь. Да вообще отменил бы усыновление и все. Это просто мешок с деньгами. Моя мать променяла моего родного отца на вот это. Ради денег. И я в этом уверена. Кроме денег он не дает ничего. Ты совестная девчонка. И вы зря ее поддерживаете. Она тут по-хамски выступает по отношению человека, который ее столько лет растит. Ее отец ни в чем не принимал участие. Копейки на нее не потратил. А она здесь будет мне рассказывать, что дело не в деньгах. Не нужны деньги. Промолчи. Ты попробуй обойтись без денег. Один месяц. Смешно говорить, слушаю вас. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Василий Геннадий Васильевич. Да, действительно, я с иском категорически не согласен. Ну, собственно, вы уже все слышали и видели. Я являюсь ее законным отчимом. Отцом будем говорить. Ну, отцом. Я считаю, что она мне дочь. Она, видите, да, может быть, местами я проявляю жесткость. Не жестокость, а жесткость. Ну, я понимаю. Потому что, да, ну, видите, то есть ребенок несносный. Как с ним по-другому? Но никакого, то есть морального насилия, тем более физического, не происходит вообще в принципе. Да я тебя не сомневаюсь, иначе она бы об этом кричала на всех углах. Ну, да. 15 лет, все пройдет. Мне тоже было 15 лет. Поэтому вот сейчас у нее зашел бзик в голову и все. Она не понимает вообще банальных вещей. По поводу денег. Те же не нужны деньги. Да ты посмотри. Те же телефоны всегда последней модели. Шмотки. Самые лучшие, самые дорогие. Поездка на море. Несколько раз в год. Пожалуйста. Школа. Лучшая. Все. Нет отказа вообще ни в чем. Все эти гаджеты. Поэтому и не ценят. Да вот, гляньте. Поэтому. Персень в носу. Я говорю. Она говорит, хочу персень. Во-первых, это уродливо. Во-вторых, это больно. Хочу и все. Пожалуйста. На. Денежку. Пошла себе сделала. Угу. Зачем еще ты это сделала? И поэтому она, она же, Гадюк, из прошлой жизни про отца своего, родного, она помнит только хорошее. Потому что... Ну, конечно, играл. Любил меня. Я еще раз говорю тебе. Тебе сколько было лет? Чтобы ты молчала. Ты же ничего не помнишь. Мне жена рассказывала, что они сидели, ну, жили буквально в нищете. Одна пара обуви на несколько лет. Одежда из секонд-хенда. Еда кое-как. Вплоть до того, что скидывались родственники на все эти банальные вещи. Понимаете? У отца, у него есть там какой-то питомник собачий. Кстати, землю на этот питомник помог выбить ему я. Опять же. Опять же, вот, между деньгами. Ну, без этого ничего бы не случилось. Ему важнее. Тебе собачки, кошки, ему не нужен ребенок. В принципе. У него вот есть животные. Все. Он за ними ухаживает. Их там лечат, не знаю, что там с ними делают. Я тоже могу понять. Животные гораздо приятнее многих людей. Да. Ну, как-то. Вот, видишь? Вот опять. Ну, видите? Все же такие воспринимают. И опять же, поймите, мне вот из этой ее прихоти сейчас смена фамилии и отчества. Я чиновник. И довольно большой травм. Поэтому это скажется очень негативно. Да, только бумажки волнуют. На моей работе. Я поэтому прошу. Если она действительно уже так вот решила. Била себя в голову. Хотя я надеюсь, что это все временный заскок. Пускай. Дождется совершеннолетие. Когда исполнится 18. Мне мелкая истеричка, считаешь? Так. Ты сама ответила. Ты истеричка. Это видно даже мне. Хотя я вижу тебя первый раз. Избалованная истеричка. Некоторые не умеют держать себя в руках. Стой и молчи. Я молчи. Просто фамилии и отчества. Стой и молчи. Я сказала тебе. Я тебя уже выслушала. То, что ты хочешь, тебе должно быть сразу же предоставлено. А тут еще слушают кого-то кроме тебя. Да? И тебе это прямо не дает покоя. Опять же, черная неблагодарность. Пойми. Мы с матерью тебя заботимся, тебя воспитываем. Понимаешь? Так вы мне рассказывайте. Что вы ее убеждаете? Извините, ваша честь. Просто я уже на эмоциях. Потому что, честно, уже вот столько грязи она выливает на меня. Да ну, господи. Если бы была грязь, она бы уже... Обидно. Очень обидно. Очень обидно. Поэтому я хотел вот вызвать в качестве свидетеля заявленного ее от родного отца. Пускай вот... Пожалуйста, пригласите свидетеля. Свидетель, ответчика, войдите. Пап, ты что здесь делаешь? Мы обо всем договорились. В смысле, почему ты на его стороне? Возьмите свою племянницу в крепкие руки или я ее выведу. Вот даже, вот ты видишь, не все так бывает, как тебе хочется. Не все. Да, вот твой папа пришел родной на стороне твоего отчима. Так? Вот так. А? Ой, какой ужас. А вот так. Слушаю вас. Уважаемый суд. Я Кольцов Семен Всеволодович. Я родной отец Иринин. И я сюда пришел как бы с двойственными чувствами, если честно. А громче можете? Я сюда пришел с двойственными чувствами. Если честно, я люблю свою дочь очень сильно. Но я с ней не встречался не потому, что я не хотел. А потому, что мне реально угрожали. Вот. Но я посмотрел со стороны, что моя дочь живет хорошо. У нее все есть. Все, что нужно. Она ничего не нуждается. И я понял, что, может, правда, лучше не лезть к ним. Пусть они живут своей жизнью. А когда дочь вырастет, сама разберется уже. Вот. Я был очень рад тому, когда меня моя Ирина нашла. Угу. Я был рад. Мы с ней общаемся. У нас очень много общих тем. Мы находим общий язык очень быстро. Да, конечно, поняла, что ее мать, она меня наговорила там много всякой... Ну, отрицательного, негативного. Но я, если честно, против, чтобы сейчас ты Ирина менял фамилию. Почему? Мы же обо всем договорились. Так, замолчи, я сказала. Подожди. Замолчи. Потом задашь своему папе вопрос. Почему? Я считаю, что данное, как бы, действие твое, оно повредит реально Геннадию. На его карьеру. А он тебе ничего плохого не сделал. Да, конечно. Не только ничего плохого не сделал, но делает еще очень много хорошего. Ну, у меня к нему свое личное отношение, как бы, двоякое. Какое двоякое? Кто тебе землю помог выбить под твой приют? Спасибо большое. Я же все лицемеры слушаю. Они благодарны. Одна, вторая. Ну, я считаю, что пусть будет 18 лет, тогда будет менять свою фамилию. А сейчас пока пусть оставит все, как есть. Я думаю, что Геннадий будет не против, если мы будем с тобой общаться, встречаться. Я не против. Никто не может быть против. Все, Гена не будет против. Когда это угрожал ему. Я не угрожал никому. Когда девочки никто никому не угрожал. Никто никому не угрожал. Все сами выбрали свою жизнь. Уверяю тебя. Все сами выбрали свою жизнь. Кошечки, собачки, пожалуйста, приют. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Он познакомился с девчонкой, привел ее домой. Но эта девчонка мне очень сильно понравилась. И я ее у него отбил. 17-летний школьник собрался жениться. Отец обозлился на сына и решил испортить подростку жизнь. Сможет ли парень стать независимым и избавиться от опеки ненавистного родителя? Иск Васильева Ирины Геннадьевны об изменении фамилии и отчества на Кольцову Ирину Семеновну оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Потому что девочка избалованная. Совершенно не знает сама, чего она хочет. До 18 лет осталось немного. И когда исполнилось 18 лет, поменяешь фамилию на что хочешь. Хоть на Анжелину Джоли. А не то, что на какую-то Кольцову. Ради Бога. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Да ну их всех нафиг. Буду с тетей жить. Жизнь с ее отцом биологическим ничего бы не дала бы. В плане никаких потеряемых благ и всего того, что у него есть. А по поводу зоопарка этих собак, кошек, да без проблем. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Не только врачу, а коню понятно, что это не мой ребенок. Если вы не можете вернуть свои деньги. Ну вот вам все понравилось. А что мне платить не хотите? Если благополучие ваших детей под угрозой. Ты нас предал, ты ушел от нас. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод. Какая ты сволочь. А ты голодранец и проживал. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Я пойду на все, чтобы вернуть своего сына. Так, может быть, вы законными способами пойдете на все? Это бесплатно. Заявитель требует объявления его полностью дееспособным. Хочет перестать зависеть от отца. Заинтересованное лицо с заявлением не согласен. Считает, что сыну рано начинать самостоятельную жизнь. Слушаем заявителя. Ваша честь, я хочу, чтобы меня приняли полностью дееспособным. Потому что я больше не могу быть под отцовской опекой. Я самостоятельный парень, который работает на работе. Сколько лет тебе? Мне 17 лет. Но я хочу стать самостоятельным. Я, в принципе, я говорю, я работаю. Мне по наследству досталась от мамы квартира двухкомнатная. 63 квадратных метра. Также у меня есть на личном банковском счете, также по наследству от мамы, 2 миллиона рублей. Я учусь в 11 классе, но хочу сразу после школы пойти на юридический факультет. Соответственно, туда и потратить деньги на учебу для своего карьерного будущего. Так закончишь сначала. Но с отцом у нас, как видите, максимально... А ты работаешь, ты говоришь, ты работаешь. Да, я работаю. Я, получается, в интернет-магазине выдаю посылки, заказы. Угу. Получаю в месяц 45 тысяч рублей. Кто ему написал? Договор есть трудовой. Да, все у меня есть. Передай документы. Угу. Так. Вот. Все документы, мои выписки. Как раз там, где 2 миллиона рублей. Личный счет. Да, вижу. Хорошо. Рассказывай дальше. С отцом у нас максимально, как видите, плохие отношения. Это уже на протяжении нескольких лет. Но точка, после которой все пошло на спад, это пошло после мамы смерти. Когда она умерла 2 года назад, отец недолго отходил. Буквально через 2 месяца начал ходить по клубам, по барам, по девчонкам. Нет, я должен был монахом жить. Да ну не так же быстро отходить от этого, это мама. Не должны, блин, но некоторые люди вообще траур соблюдают. Ну, я соблюдал траур. Угу. 2 месяца, а потом все, по накатанной, да? Угу. Вот. Мне позвонили просто друзья и сказали, что видели его пьяного. Когда он шел с девчонками, вот. Когда я это услышал, я просто перехотел, чтобы этот человек был моим отцом. После такого, ну я не знаю, я не могу просто этого простить. Да, потом через год еще он познакомился с девчонкой, привел ее домой и решил жениться. Но эта девчонка мне очень сильно понравилась. И я, получается, ну, грубо говоря сказать, я ее у него отбил. Вот. Вот. Ее зовут Карина. Она, в принципе, ему в дочке годится. Молоденькая, красивая очень девчонка. Вот. Мы с ней полюбили друг друга. Очень сильная у нас с ней любовь. Но за того, что мне 17 лет и до моего 18-летия остается 11 месяцев, я ждать не хочу. Я хочу на ней жениться. Я хочу видеть с ней свое будущее. Я это уже вижу и представляю. Прекрасное наше с ней будущее. Но вот как раз отец не дает мне добро, чтобы я стал для нее мужем. Он против этого. Он говорит, нет, я не хочу. Когда будет 18... Ну, а его согласие вообще тебе не нужно. Это решают органы местного самоуправления. Разве? Мне просто он, получается, все время врет. Но я, наоборот, я хочу, чтобы я стал самостоятельным парнем. В вашу честь. Вы хотите стать самостоятельным, чтобы самостоятельно, то есть ты хочешь стать самостоятельным, чтобы самостоятельно тратить свои деньги, жить в этой квартире. Ты и сейчас живешь в этой квартире? Да, я живу. Я уже долго живу в этой квартире как раз с ней. Вместе с девушкой? Да, да, да. Мы туда переехали. Мне помощь от него какой-нибудь надо. Квартира есть. На питание я сам все зарабатываю. То есть... Квартиру оплачиваешь тоже сам? Да, 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 да. Сам оплачиваю. Говорю, мне 45 тысяч вполне достаточно, чтобы все мои, получается... Вот заключение органа опеки, которые не против. Они считают, что он может быть признанным. Ну, конечно, они не против. Не их же ребенок. Мы полностью здесь способны, поскольку это в его интересах. Вот такое заключение. Ну, я против, ваша честь. Так, хорошо, слушаю вас. Я категорически против, потому что, ну, 17 лет, парню, это не возраст. Вы понимаете, он же не мозгами сейчас думает, а, ну, членисты ноги, грубо говоря. Ну, да, ты-то мозгами думаешь. Ну, конечно, в отличие от тебя. Да, да, да. А вы собирались на 18-летней девочке жениться, вы мозгами думали? Здесь я с вами согласен. Ну, во-первых, ей не 18, а 19 лет. Ну, все равно. Это большая разница по отношению к вашему солидному возрасту. Ну, с моим-то... Здесь я не спорю. Да, она крутила меня, но это не самое главное. Я после того случая, когда вот я ему чуть по морде не настучал... Кто кому есть? Ну, помолчи. Вот. Я прошел уж год. Я уже, конечно, остыл. И я не против того, чтобы он женился именно на Карине или... Да на любой вообще. Самый распрекрасный, если девушке даже. Ну, куда в 17-е-то лет? Ну, пусть годик-то еще поживет. Потому что, ну, представьте, 17 лет парню. Квартира. Два миллиона денег. Ну, появятся тут же какие-нибудь сомнительные друзья. Наверняка. Вы еще не появились? Ну, потому что денег-то еще нет. Да как нет? Я зарабатываю каждый месяц. Ваша честь, я не верю в зарплату в 45 тысяч. Как вы не верите? Вам показали документы? Это я понимаю, что у него... А вы ему что, даете деньги? Ну, конечно. Под сколько вы даете ему? Ну, 10 тысяч 15 в месяц выходит постоянно. Вы ему даете? За квартиру-то ту, которая... Ну, оплачивает он. Оплачивает он, да. Но деньги-то у меня все равно берет. Есть у него, значит, деньги на оплату? Да, я тебе последний раз брал деньги. Напомни, пожалуйста. Есть... Ну, месяца два назад. Три. И живет он там отдельно от вас? Да, но я не верю в зарплату 45 тысяч. Тем более, он учится. Меня совершенно не интересует, во что вы верите. Я понимаю. Верить можно в Бога или не верить в Бога. А как можно не верить в справку? Вот есть справка конкретной организации. Написано, согласно штатному расписанию, заработная плата составляет 45 тысяч рублей. А он не верит. Ну, может быть, она и составляет 45 тысяч рублей. Но зачем же... А у вас какая зарплата? У меня больше ста. Ну, понятно. Ну, вы человек немолодой, а он начал свою жизнь очень хорошо. Хороший старт. Выглядит он очень разумным. Молодым человеком. Учится, работает. Ваша честь. Все успевает. Живет самостоятельно. Но он же не живет с вами. Он же живет в той квартире. Ваша честь. Ну, вы должны же понимать, что он сейчас бьется именно за эти деньги. По большому счету. Мне так кажется. Нет, не вижу. Он собирается эти деньги и стратит на учебу. Он только что сказал. Ну, во-первых, он их не может до 18-летия их получить. Ну, когда будет 18 лет, он их и потратит. Во-вторых, ему еще надо закончить школу. Как минимум. А что, он плохо учится? Ну, неплохо. Я бы не сказал, что он плохо учится. Как ты учишься? Я учусь замечательно. А? Ну, у меня четверки, пятерки. Четверки? Хорошо учишься? Да, да, да. Я юридически буду поступать. Я хотел просто допомнить то, что он говорит, вот Карина такая плохая. Я не знаю. Я не говорю, что она плохая. Мы полюбили просто. Это была любовь с первого взгляда. Мы полюбили друг друга. И то, что он говорит, она мошенка, мошенница. Вполне вероятно. Какая там хищница. Я не знаю, ну, я такого не видел никогда в ее глазах. Она максимально с добрыми глазами на меня смотрит. Она сама работает тоже? Она подрабатывает, да. Официанткой. Учится? Да какая разница? Это же все равно работает. Но она работает. Да, да, работает. А учиться не собирается? Ну, сейчас мы как раз с этим чуть-чуть денег подкопим, чтобы на учебу были. Вот. И она, конечно, как вариант на бюджет. Это Карина вообще уже мутная дамочка. Да, можно попробовать. Но все же запасной вариант должен быть. Я бы хотел, чтобы она зашла. Я когда с ней познакомился, она здесь? Она здесь? Да, Карина тут. Ну, давайте девочку. Пошла сюда. Следите, леса, водите. Здравствуйте. Смыслова Карина Геннадьевна. Угу. Ваша честь, я прошу принять заявление моего парня, любимого жениха, чтобы мы смогли с ним пожениться. Не так давно Юра сделала мне предложение. Конечно, я согласилась, но его отец Олег, который, к сожалению, является моим бывшим мужчиной, вставляет нам палки в колеса и не дает согласия на брак. Его согласие не требуется, но это другое уже вопрос. Ну, хотя по факту мы с Юрой уже живем год вместе. Ну, почти год в его квартире отдельно от Олега. И Юре хоть и 17 лет, но он ведет себя как настоящий мужчина, в отличие от Олега. У нас общий быт, общий бюджет, общее хозяйство. И Юра, он вообще самостоятельный и даже берет ответственность за меня, за нашу жизнь. И поэтому мы хотим быстрее расписаться, чтобы не зависеть от его отца и не ждать еще года его свершеннолетия. Да, конечно. Слушай, он приобретет по полной дееспособности и не будет зависеть от отца. Зачем жениться-то так быстро, срочно? Для чего? Вот я вас прошу, ваша честь. Почему не подождать? Вы живете вместе, он будет дееспособным, от отца не будет зависеть. Зачем жениться так срочно? Вы беременны? Это любовь, нет. А? Нет. Ну, ты куда спеши? Мы уверены, что это любовь до конца нашей жизни. Ну и зачем сразу бежать, там паспорт составить? Спасибо, ваша честь. Мы очень друг друга любим. Я, конечно, не хочу рассматривать этот вариант. Но все же можно потом с этим шампом сделать. Ну а сейчас мы любим друг друга, и я хочу, чтобы это все было официально, наша любовь. Ну понятно. И все как полагается. Ну понятно, хочешь как полагается, ладно, хорошо. Вообще, я не понимаю, от чего добивается Олег. С тобой я вообще разговаривать не хочу. Отстань уже просто от меня, от Юры отстань, дай нам жить нормально. А я не даю тебе жить нормально. Ну выиграешь ты сюда, все что будет? Думаешь, я вернусь к тебе? Нет, пройдет 11 месяцев, я все равно за Юру выйду. Да, конечно, выйдешь, Юра. Ты посмотри на эту... Ты что, вообще? Я не понял. Господи, Юра, Юра, Олег! Юра! Так, штрафую обоих. Обоих штрафую за неуважение к суду. А я-то здесь при чем, ваша честь? Обоих штрафую за неуважение к суду. Вы выражали здесь малоцензурно. Это литературное слово. Литературно? Но в суде не употребляется. Ну хорошо, это гулящая женщина, она не один раз. Значит, еще раз... Еще прыгнула из одной кровати в другую. Еще одно такое слово скажете. Перевлеку вас уже за оскорбление и клевету. Вы не можете этого доказать. Что это за оскорбление? Что она перепрыгнула из одной кровати в другую? Ты закроешь свой рот! И что такого-то? Я не понимаю. Она связалась с вами, а потом предпочла вам молодого красавца, вашего сына. Что тут такого-то? И это совершенно не свидетельствует о том, что она какая-то гулящая. Аферистка? Абсолютно. То, что вас бросила женщина, не говорит о том, что она аферистка. Суд удаляется для вынесения решения. Заявление Крутинина Юрия Олеговича об объявлении его полностью дееспособным удовлетворить. Прошу садиться. Ну как же так, Ваша честь? В соответствии с 27 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или по контракту, или занимается предпринимательской деятельностью с согласием родителей. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению органа опеки и попечительства с согласием обоих родителей, либо при отсутствии такого согласия по решению суда. В данном случае опека высказалась за, возражал только отец, поэтому суд находит, что мальчик вполне созрел для полноценной ответственности гражданской. Дело закрыто. Ну вот смотри, ты через два месяца еще прибежишь. Решение суда. Иск удовлетворить. Как я хотел, так получается, что все будет хорошо у меня, я поженюсь. Я не удивлюсь, если через два месяца мой сын приползет ко мне без квартиры, без денег, без жены. Посмотрим. Мне уже 15 лет, мам. Не надо влезать в мою личную жизнь. Так и оплачивай сам, раз ты такой взрослый. Эти родители только в суде поняли, чем живут их дочки и сыночки. У нее только мальчики на уме. А у вас что было на уме в 15 лет? С понедельника по пятницу. Битва за будущее. Все, все, просто все контролируют. Зато кормят. На нашем телеканале. Молочем прошу, верните нас к маме. Хорошо, деточка. Чтобы не было детских слез. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова